Я из рода моряков. И отец и дед мой ходили в море. В мореходку щита из роддома попал. Всяко бывало и штормило, и тонуло. Но диагноз почечная недостаточность. Вот что стало тайфуном. Вспомнилась папина любимая песня. Ведь ты моряк, Мишка. Моряк не плачет. Все вокруг говорили, что для женщины с почечной недостаточностью родить ребенка – это огромный риск. Но я мечтала стать мамой. И решилась. И болезни, и переживания забирали все мои силы. Мне был необходим гемодиализ. Но будет ли шанс, что я смогу дать жизнь своему ребенку? Мне стало так страшно. У нас в семье не было вопросов, чей хлеб самый вкусный. Ведь я пекарь. Это дело, которым я занимался всю жизнь. Пока не узнал о том, что болен, и мне необходим гемодиализ. Я тогда подумал, ну вот и все. Я будто потерял смысл жизни, ее радость и аромат. И знаете, мне посчастливилось найти тех, кто вернул мне этот смысл. В диализном центре «Бибрал» мое отношение ко всему поменялось. Я осознала, что все делаю правильно. И что я не одна. Все время, пока я ждала малыша, в клинике меня окружали люди, которые верили в меня больше, чем я сама. Вы поймите такую вещь. Ко мне отнеслись как к близкому человеку. Я для них не просто пациент. Я для них свой, что ли? Я знаю все про свою болезнь. Как с ней жить и, главное, зачем. Чтобы не потерять свое море. И ходить под парусом. Я обрел друзей, на которых можно опереться. И моя жизнь теперь под контролем. А главное, я узнал, что не потерял возможность заниматься тем, о чем всегда мечтал. Смысл нашей работы – забота о пациенте. Мы знаем, что трудный диагноз – это переломный момент в жизни. Являясь носителем пациент-ориентированной культуры, мы стремимся вовлечь пациента, занять активную роль в процессе лечения и восстановить контроль над своей жизнью. Сама атмосфера в этом центре другая. Меня словно пересобрали заново. Я стал ценить каждый миг своей жизни. Вместе со своим доктором я научилась расставлять приоритеты. Мне вполне хватает времени на ежедневные медицинские процедуры и на то, что я любила и люблю. Я сам не заметил, насколько глубоко оказался вовлечен в лечебный процесс. И теперь понимаю, что главное, а что нет. У меня все получилось. Спасибо, Бибраун. Спасибо, Бибраун. У меня все получилось. Спасибо, Бибраун. Я еще больше стал ценить жизнь и тех, кто рядом. И да, несмотря на гемодиализ, я по-прежнему занят любимым делом. Мне казалось, что стать мамой в моем случае, как взойти на Эверест. Думаешь, да это невозможно. Но с такой поддержкой ты это делаешь. Даже если никогда не покорял горы. Может, в моей жизни стало меньше спонтанности, но я не закрыт от мира, от моря и от ветра. Не закрыт от самого себя. Сколько бы мне не осталось времени, сколько бы не выпало испытаний впереди, теперь я знаю, зачем я живу. Сказать таким же, как я, посмотри на меня, у тебя тоже получится. С заботой о пациентах. Бибраун. Делимся опытом.